Здарова, народ! С вами LG, вы находитесь на канале LG, как нетрудно догадаться, да? Итак, сейчас на ваших глазах, вы наверное уже спалили по миникарте, но на ваших глазах сейчас проведётся чудо. Я поиграл за кадром, как и обещал в предыдущей серии немножечко, и хочу представить вам своё первое озеро, Тихая Лагуна. Ну что, как вам? Более-менее, да? Я тут довольно-таки попотел, на самом деле, в выживании это всё делать, честное уж слово. Подтверждение того, что это в выживании, как видите, здесь вот только земля, блоки травы только там, где она уже заросла, собственно. То есть, не везде. И ещё, я решил, значит, весь песок заменить на красный песок, что более как-то вписывается в тематику Марса, как бы, скажем, да? Да? Марс более-менее это красная всё-таки планета. Вот и пусть будет здесь красный песок, скажем, да? Вот. Меня немножечко деформировал здесь. Я поставил кратер идеальный. И давайте вон то вот переименуем вот эту вот табличку. Сломаем её сейчас. Вот эту вот табличку. Кратер Стопы. И переименуем её Озеро Стопы, дорогие друзья. Как я и хотел это сделать давным-давно. Переименуем её в Озеро Стопы. Озеро. Озеро. Стопы. Малой Стопы. Малой Стопы. Так, географическое название дано. Но в процессе, так скажем, своего вскапывания поверхности я обнаружил, обнаружил ещё лёд. Вот здесь, как видите, он уже растаял. Так, это мои озёра, вы их видели уже. И, как бы, я поставил ещё парочку фонарей, как бы, и здесь вот их, собственно, расположил. Так, ну вот это, как вы можете видеть, это рукотворное озеро, налитое вёдрами, на самом деле. Так, ну давайте возьмём ещё земли немножечко. Земля, да, на самом деле. Земля вещь-таки полезная. Для терраформинга. Так. Земля, как известно, из земли у нас, да? Точнее, не земли, а из небытия, а из креатива. Потому что... Я, как бы, из креатива её взял, потому что она, как бы, мне прилетела. Ну, просто она прилетела бы мне не... На ракете. Ну, будем считать, что она прилетела. Вы сами видели, я показывал в одном из видео, что я поставил фильтр на... Землю, и поэтому Земля в ракету не заполняется, так скажем, да? Так, давайте вскопаем вот это вот всё сейчас и заставим здесь землёй, соответственно. Ну, пока что у меня низный для терраформинга полезный вещь – это Земля. Это пока что всё, чем я могу терраформировать Марс. По площади пока что, как видите, да? Ну, более-менее мне это удаётся, как вы можете заметить. Глядя по миникарте, вот у меня уже... Как бы вот частично я залил эту пятку. Вот часть вот этой вот. Вот это вот малая стопа, а вот это вот большая стопа. Конечно, большую стопу будет заливать намного труднее. Вот, ну, а терраформировать, допустим, скажем, какой-нибудь вот кратер идеальный, ну, это уж вообще, не знаю, трудно будет. Так, давайте вот эти вот жалкие кусочки уже дотерраформируем с вами. Здесь вот. Как бы всё это вскопаем сейчас за кадром. Итак, я вскопал, о чём свидетельствуют вот эти вот валяющиеся камешки и появление огромного количества марсианского камня в моём... Марсианского... Ну да, марсианского поверхностного камня в моём инвентаре. Честно говоря, я даже не знаю, куда я буду делать такое количество марсианского камня в верхней вот этой поверхности Марса, которую я снимаю слой за слоем и просто оставляю где-то здесь. На самом деле, это довольно-таки интересный вопрос для меня. Следующим после Марса, как я уже говорил, будет Ганимед. И у меня даже возникли некоторые уже теории и мысли, каким образом я буду это делать. Ганимед – это спутник Юпитера, насколько вам известно, и даже могу показать в галактической карте. Насколько я знаю, Виталий его сделал, да? Есть здесь у нас Ганимед. Ганимед есть. Да, вот он Ганимед. В принципе, выживать можно и на нём. То есть, реформировать можно и эту планету. Итак, давайте вскопаем сейчас вот здесь вот ещё большое количество камешков и протирроформируем вот так вот. И сейчас ещё займёмся созданием... Что? Чего? Чего? Займёмся созданием чего? Я даже не могу сейчас придумать, чего можно сделать. Ну, кроме что, тупо заложить вот эту вот всю территорию сейчас землёй. Что я могу сделать прекрасно за кадром? Ну, давайте я это, собственно, и сделаю. Итак, дорогие друзья, я это сделал. Вот я сейчас всё это вскопал. Всё заложил, собственно, землёй. Здесь у меня возник спорный вопрос, делать здесь озерцо или нет. Я решил не делать. Вот давайте-ка, собственно, вот видим здесь, какое количество земли у нас уже получается. Кокое количество земли, да? То есть, мы все понимаем, что это такое. И давайте наставим здесь ещё земли, чтобы было более эпично. Эпично, да? Я, правда, не знаю, честное слово, почему я начал реформировать именно так. Давайте вот здесь следующий я всё-таки сниму слой, да? Уже вот здесь вот буду уже по-честному. Ну, то есть, как бы, реформировать, собственно, саму территорию, планету. Как бы, да? Здесь надо, как бы, вот так уже реформировать немножко. Ну, так вот потихонечку, понемножечку. Не сразу всё, но и не сразу много. Так. Заложить землёй, собственно, вот это вот всё надо, да? Я думаю, вы понимаете это. Все мы это понимаем, и много ещё кто это понимает. То есть, как бы, реформировать Марс – это очень интересное занятие. Пусть и в Майнкрафте, но я надеюсь, что когда-то... Что это такое? Что это такое? Ну-ка, красное яйцо слаймлинга. Ага, если разбить их голыми руками. Если разбить руками. Без имени. Ты мой? Ну-ка. Слаймлинг. Ха. Прикольно. Марсианский... Марсианский, настоящий живые марсианские существа, дорогие друзья. И он ходит за мной, дорогие друзья. У меня есть слаймлинг. Ура! У меня есть слаймлинг, который ходит за мной. Жрёт от моего имени. И бросает вызов всем живым существам. Этой планеты. Да? Да, слаймлинг? Скажи, ты красный спаймлинг? Это красный слаймлинг, как вы можете видеть. Прикольный довольно-таки. Так, продолжим терраформирование. Нам надо вскапывать вот здесь вот. Сейчас всё. Он там как не убежал. Он за мной бегает. Смотрите, какой. Резвый и малый на самом-то деле. Так, давайте. Вот так вот сделаем. Сейчас. Скопаем немножко ещё здесь вот земли. И заделываем её, собственно, обычной землёй. Так, терраформирование Марса. Я думаю, доделаю это озеро я уже за кадром. Потому что в креативе это будет сделать намного удобнее, чем вручную. Как бы. Всё равно просто заложение землёй, травой. Это уже не важно. Вот. Ну, собственно, я это сделаю. Вот. И начнём уже выживать дальше. Вот. А на этом всё, дорогие друзья. Сегодня такая вот короткая, не очень серия. Но у нас появился слаймлинг. Ну, ладно, давайте тогда ещё одного слаймлинга вылупим. Я видел там второе яйцо, дорогие друзья. Давайте сходим за ним. Я видел вон там вот ещё одно яйцо слаймлинга. Где-то я его видел, да? Давайте пойдём туда сейчас и разобьём его. Ай-яй. Это было больно на самом-то деле. Довольно больно, да. Так. Довольно большая территория, как видите, терраформирована уже у нас. Вот, то есть, выживать-то, в принципе, можно. Так. Вот он теперь телепортируется, кстати, за мной. Как вы можете заметить. Так. Я хочу других слаймлингов. Так. Метеориты. Понятно. Метеориты. Ладно, хер с вами. Со слаймлингами. Давайте займёмся чем-нибудь более интересным. Например, закончим серию. Да? Да, закончим серию. Скажи слаймлинг. Скажи это. Хорошо. Итак, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Она была очень короткая и не очень интересная, но довольно-таки... весёлая и жизнерадостная. Я нашёл слаймлинга. Также я вам показал, собственно, что я сделал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в новых сериях терраформирования Марса, а или других видеороликах. Всем спасибо. Всем пока.